Продолжение следует... Что общество о некоторых забывает, но всего не упомнишь. Поправки, которые еще накануне так бурно обсуждались, теряются в комиссиях и пропадают навсегда. Весна 2010 год. Тогда это тоже предвыборное время. Через несколько месяцев должны состояться выборы в 10-й Сейм. Тот самый, который потом распустит президент Затерс. Но это будет потом. А в этот момент разоблачают хакера Нео. Он нашел дыру в системе безопасности службы госдоходов и скачивал данные о зарплатах чиновников и должностных лиц. К слову, далеко не кризисных. Хотя кризис в самом разгаре. Выходят на компьютерного гения через журналиста, который эти цифры публикует. В квартире Илзы Наглы устраивают обыск. Ее даже не просят раскрыть источник, а просто уносят компьютер со всей информацией. Журналисты Латвии возмущены. Как теперь информаторы им будут доверять? Поэтому четвертая власть пишет власти первое письмо. Просят изменить закон. Дать журналистам право не раскрывать свои источники, если только не совершено тяжелое преступление. Эти поправки отправляются в том числе в юридическую комиссию Сейма. Многие политики, которые тогда заседали в этой комиссии, больше не депутаты парламента. Но некоторые в Сейме все-таки остались. Неожиданно для них мы напоминаем о пропавшем законопроекте. Если вы мне покажете этот законопроект, тогда могу вспомнить, но сейчас точно не могу сказать без подготовки. Помните ли вы о таких парах? Я не только помню, но и, значит, мне известны обстоятельства этой дискуссии. С журналистами вообще беда. Еще один острый вопрос, недавно стоявший на повестке дня – социальная незащищенность акулпера, которые работают по авторским договорам. Без оплачиваемых отпусков, без больничных, без социальных взносов, а значит, и без нормальной пенсии в будущем. В коридорах власти поговорят, придут к выводу, что вопрос непростой, отложат на потом и забудут. 2012 год. Снижение налогов на рабочую силу – одно из главных предвыборных обещаний партии «Реформ», которую после распуска 10-го Сейма создаст бывший президент Валдез Атлерс и на белом коне въедет в парламент. Широкие дискуссии. Правящие договариваются о запуске масштабной налоговой реформы. Ее суть такова. За пять лет подоходный налог с населения должен снизиться на 5%. В 2012 году, когда дается обещание, ставка в 25%. В 2013 налог должен сократиться на 1%. В 2014 еще на 2 пункта. В 2015 он должен составлять 20%. Сейчас год 2014, а ставка застревает на 24%. И больше не снижается. Предвыборное обещание так и осталось бы просто обещанием, однако план снижения налогов прописывают в законе. Вот выписка. Первоначальная редакция – ожидаемое сокращение. А потом закон просто подправляют. Без шума. Осень 2013 год. Президент Андрис Берзиш предлагает свою реформу власти. Главная цель – увеличить ответственность правительства в целом и премьера в отдельности. Например, глава правительства сам набирает команду министров. Их утверждает не парламент, как сейчас, а президент. Впрочем, Сейм получает право отзывать слабых министров. Проходит год за это время по предложению Берзиша ни одного голосования в Сейме. Инициативу лишь однажды обсуждают все в той же юридической комиссии. Как говорят наши источники, больше всего депутатам не понравился пункт, который касается назначения министров. Ведь решение премьера больше не будет зависеть от парламента. Это единственный, с кем он должен советоваться – президент. По сути, партии теряют инструмент власти – политические торги, во время которых политикам что-то доперепадает. Во время нашего разговора, кажется, депутаты даже не помнят, о какой реформе идет речь. По-моему, с этого времени, когда они первый раз были озвучены, они никуда и никем не продвигались. Надо обратиться к руководителю юридической комиссии. То есть я не планирую работу юридической комиссии. У нас не было дискуссии, скажем, по конкретному предложению. Обращаемся к главе комиссии Илмичепанэ. И тут выясняется – решение уже давно принято. Законопроект похоронен. К сожалению, поддержки у этого законопроекта нет. Как известно, он расширяет полномочия президента и премьера. К сожалению, надеюсь, это поймет и господин президент. Но депутаты, по крайней мере, этого Сейма не могли поддержать эти поправки. Президент, думаю, будет действовать совсем скоро, после выборов Сейма. Сценарии могут быть разными. Начиная от того, что он во второй раз подаст этот законопроект в парламент и заканчивая тем, что его можно смотреть в взаимосвязи с новым правительством. Андрис Берзенш не первый глава государства, которого парламент научился игнорировать. В свое время Валдез Атлерс тоже выходил с законодательной инициативой. Предлагал дать президенту право распускать Сейм. Без референдума. А значит, и без страха потерять кресло, если народное голосование провалится. Парламент обещал подумать. Правда, история помнит только один пример, когда потерянный законопроект находят, а виновного наказывают. 2011 год. Пропадают поправки к уголовному закону. За черные партийные кассы, незаконные пожертвования, наказывать руководителей партий. Случайность или уже закономерность, но и этот законопроект теряется в юридической комиссии. Через полтора года о нем вспоминает Илма Чепана. Она ведь была на том заседании. Она помнит, почти единодушно депутаты проголосовали за передачу поправок на первое чтение. Но до парламента законопроект так и не дошел. Потом в подделке протокола обвинят бывшую главу юридической комиссии. На тот момент уже судью Конституционного суда винут умыжница. Суд приговорит судью к штрафу. 10 минимальных месячных зарплат, почти 3000 евро. Место работы она тоже потеряет. Тогда спохватились сами депутаты. Ну а в других случаях, если общество и журналисты не проконтролируют, этого не сделает никто.